Латвия так и не получила 111 километров колючей проволоки для строительства забора на границе с Белоруссией. Поставщик говорит, что из-за промедления госагентства снабжения проволоку, которая предназначалась для Латвии, купили литовцы. Сегодня агентство начало новый ценовой опрос претендентов. Как так получилось, расскажет Виктория Пушкила. Временный забор из колючей проволоки для латвийско-белорусской границы должно было доставить предприятие Брев. 111 километров за почти полмиллиона евро. Компания зарегистрирована в 2015 году. С тех пор прибыль стремительно росла, но скачок пришелся на период пандемии. В 2020 году компания получила ряд заказов от государственных органов и заработала более полумиллиона евро. Фирма занимается электронной коммерцией и предлагает все – от средств индивидуальной защиты, военного и тактического оборудования до решений для охраны границ. Но вот с поставкой колючей проволоки возникли проблемы. Контракт с фирмой был заключен только 10 сентября. Сравнительно недавно и при заключении контракта коммерсант обязался соблюдать все условия. К сожалению, через несколько дней после заключения контракта к нам обратился продавец, который не смог уложиться в срок. Владелец бриф Илдзе Войта объясняет, что компания зарезервировала все 111 километров колючей проволоки, которую заказало госагентство снабжения. Но пока агентство выбирало победителя в ценовом опросе, колючую проволоку, которая предназначалась для Латвии, купили литовцы. Заключение контракта было отложено на две недели. Ситуация с производственными мощностями и остатками на складе стала меняться по дням, а не по неделям, как это было раньше. Оставшуюся часть колючей проволоки, предназначенной для Латвии, купила Литва. Литва активно ищет колючую проволоку с июля. Тогда в стране была объявлена экстремальная ситуация из-за притока нелегальных мигрантов. На границе с Белоруссией начали строить забор. Но проволоки не хватает. Пришлось просить даже международную помощь. Предприятие может предоставить Латвии лишь 12 километров колючей проволоки к 27 сентября. Остальное в более поздние сроки. Однако госагентство обеспечения сегодня уже объявило новый ценовой опрос. Подписать договор с другим коммерсантом планируют на следующей неделе. Такое решение было принято, учитывая чрезвычайную ситуацию, необходимость колючей проволоки и невыполнение обязательств коммерсанта, для того, чтобы как можно быстрее исполнить задания кабинета министров о строительстве временного забора. Напомним, с 11 августа в Лудзинском, Красловском, Аугждауговском краях и Дагуфелсе действует режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа попыток незаконного проникновения в Латвию. Пограничники предотвратили незаконное пересечение границы более чем тысячи человек.